Что значит инфраструктура новой школы? И в нашей концепции школы взросления мы говорим о том, что у каждого возраста должна быть своя специфичная инфраструктура, причем нужно отдать должное, что и здесь принципиально является, что в 98-м году Исаак Дайшфрумин и Борис Денина Череконина публиковали такую революционную статью «Образовательное пространство как пространство развития». И все, что у нас в универсии сделано, оно делалось в соответствии с той статьей, как основополагающей, ну а сейчас мы пытаемся с учетом времени изменить ситуацию. О чем идет речь? Что мы сейчас делаем? Мы смотрим типовой проект, например, детского сада, смотрим набор помещений для типового проекта и видим рассогласование с тем, что сейчас понимаем и чувствуем мы. Согласование заключается в том, что сейчас в типовом проекте есть группа, состоящая из двух больших помещений, а мы говорим о том, что вот так называемое бытовое пространство, там, где дети кушают и спят, это одна история, а дальше должно быть открытое пространство, легко трансформируемое, у детей должны быть места и уголки, где они не работают с заданным материалом, а когда они могут его сами трансформировать. Значит, помещение детского сада должно создавать возможность для наблюдения, и в этом смысле набор помещений в детском саду, там, спортивный зал, в лучшем случае помещение из-за студии, добавляется местами там живых уголков, зооуголков, значит, местами такого созерцания, значит, ну вот это можно посмотреть на нашем сайте, потому что все проекты, связанные с территорией детского сада, они там есть в том числе. Значит, для территории начальной школы это все-таки класс, поскольку ведущая учебная деятельность, но там класс должен выглядеть по-любо другому, он тоже должен быть разделен на три части, экспериментальную, демонстрационную, учебную, должна быть зона с ковриком, в этом смысле само пространство класса должно быть увеличено, ну и должны быть эти зоны территориально разделены. Значит, в подростковой школе нам кажется, что речь о классе как таковом уже не должна быть, поскольку подростковая деятельность, там еще добавляется авторское действие, то мы говорим о том, что из пространства класса нужно выходить на более широкие помещения. Особую роль играет экрекционное пространство, которое рассматривается не как место перехода детей, а как специальное пространство, которое зовет, условно говоря, каким-то иным видом деятельности. Но вот речь, например, идет об эксплуаториумах, когда какие-то эксперименты физические или химические, или какие-то моделирующие вещи выносятся в холлы, и можно прямо пробовать здесь и сейчас что-то сделать. Ну и, конечно, здесь с нашей точки зрения должно быть усиление для естественных наук. Это должны быть лаборатории не в привычном нашем представлении, когда ребеночку ставят лоточек, и учитель его сопровождает, а когда это в открытом доступе, то есть это в центре лаборатории, то есть и все, что нужно в лаборатории, за исключением, конечно, что не опасно для здоровья, значит, все должно быть в открытом доступе. То место, где опасно для здоровья, туда получается специальный допуск, там инструкцию, и в то же время все-таки ребенок идет и делает это там все сам. В старшей школе, на наш взгляд, должно быть больше помещений, ну вот, каворкинги, да, это место, где ребенок имеет возможность для индивидуальных занятий. Ну и в этом смысле на нашем сайте можно посмотреть. Ключевое, подытоживая, ключевая идея заключается в том, еще раз повторю, я о ней сказала в самом начале, что инфраструктура должна как бы поддерживать тот педагогический замысел, и на самом деле вот эта связь между педагогическим замыслом и инфраструктурными решениями в школе, на наш взгляд, является принципиальной. Продолжение следует...